I heard about you long before we met, you're winsome and you're young, at least that's what they said, underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. И снова в моде. Тренчи. Классический плащ. Давно-давно англичане подарили нам эти плащи. Вообще это было армейское пальто для высшего состава армейского, для начальников. А теперь его носят все, мальчики и девочки, бабушки и дедушки. И носят уже много-много-много лет, не одно столетие, я бы уже даже сказала. Если сравнивать, что было тогда, а что сейчас, ну из старого хочется отметить двойная контрастная строчка, которая очень явно видна в данном случае. Ну, я бы так сказала, утрированно глубокая пройма, такой полноценный реглан. Это тоже, я бы сказала, что это из старого. И погончик, он такой, ну чуть ниже, естественно, уровня плеча. А из нового, я думаю, что это вот этот декор в виде принта. Раньше как-то я не замечала, чтобы на плащах был какой-то рисунок или принтовка какая-то была. Ну, а в целом, вы знаете, он остается и тем же плащом, удобным и стильным, как всегда. В данном случае этот тренч представлен как классическая форма. У него даже идет реглан рукав, у него погоны на плечах, доубортная застежка, откидная кокетка. Понимаете, это вот все-все-все, это элементы настоящего классического тренча. Сейчас шьют плащи, они бывают, немножко видоизменяются. Рукав может быть вточной, но с углубленной проймой, он может быть просто вточной, аккуратный, плечо на естественном месте. Но тем не менее, его задачи остаются прежними, он остается узнаваемым и очень любим всеми нами. Потому что такая удобная, красивая, стильная форма, которую мы можем одеть в любой погоду, хоть летом, хоть осенью, даже зимой. Одевая тонкий пуховичок под этот плащ, вы будете защищены от ветра, снега и дождя. А летом вы тоже можете его одеть, даже просто на майку, алкоголичку, джинсы или шорты с кроссовками, кедами. И вы тоже будете выглядеть классно на распашку. А пояс можно завязать просто сзади, чтобы он вам не мешал и ходить такие довольные и стильные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!